Понимаете, вот Макдональдс, наверное, хорошая штука. Уж извините, что я тут рекламирую пиндостанскую еду. Я выражаюсь уличными сейчас, так сказать, какими-то словами. Дело в том, что когда нормальные отношения, начиная с семейных, продолжая школьными и заканчивая отношениям друг к другу в стране, подменяются вот этими самыми бутербродами с не очень качественной едой, то в конце концов эта еда становится единственной целью в жизни. Вот замена нормальных отношений, замена отношений, которые в том числе и транслируются с телевизионного экрана, на выдуманные отношения, которые частично, безусловно, присутствуют, но не являют из себя некая, так сказать, глобальность и неизбежность. Я в данном случае про телеэкран. Вот тогда и появляется интерес к тому, чему ты, так сказать, не очень имеешь отношения. Ну, скажите, какое кому дело, кого и когда родила Ксюша Собчак. И слава тебе, Господи, и родила. Но в этот же момент родились еще там, как минимум, наверное, не знаю, несколько десятков, а может быть и сотен тысяч малышей. И я всем желаю доброго здоровья. Но понимаете, какая странная штука. Вот я человек из советского прошлого. Так вот, я думаю, что родить у Ксюши Собчак при советском телевидении ребенок, ну, вряд ли это кого-нибудь заинтересовало. По одной простой причине. Вот в те времена, когда я работал на телевидении большом, в разных передачах, но из людей выискивалось с помощью наших журналистов лучшее, главное, хорошее. То, что могло и должно было быть действительно примером для, так сказать, тех, кто смотрел этот самый телевизор. Развините, что я уж говорю такие какие-то древние, непопулярные сегодня вещи. Сегодня телевизионный экран выискивает в людях мерзость, гадость. То, что, конечно же, есть, но то, что не должно являться примером. Так вот, рождение ребенка у Ксюши, это на фоне той чудовищной мерзости, которая постоянно и часами, сутками, годами уже выливается с телевизионного экрана в квартиры, а ведь не только в квартиры фешенебельных каких-то, так сказать, больших коттеджей или дач или еще чего-то, но еще вот в маленьких комнатках убогих исп, тех самых деревень, где люди, кроме своего коровника или там своего магазина или своей почты и свое, так сказать, бездорожье, ничего не видят. Так вот, на фоне всего этого ужаса, который сегодня нам демонстрирует телевизионный экран, рождение ребенка популярной девочки красивой, это, конечно, праздник. Поэтому к этому такое отношение. И дай бог, так сказать, Ксюше и ее ребенку всего хорошего.